Лидер Народного фронта Арсений Яценюк, наш гость сегодня. Арсений Петрович, здравствуйте. Витаю вас. Итак, страна в ожидании бюджета. Ваша фракция заявляла, что не будет голосовать за бюджет, если не будет закон о спецконфискации. Вчера этот закон провалили. Теперь Народный фронт будет валить бюджет? Давайте поговорим про бюджет взагалом. Краина достигла макроэкономической стабильности. Зменшилась инфляция. Наконец-то экономика начала демонстрировать позитивную динамику росту. Я пригадую, когда стал премьер-министром, у нас, знаете, сколько на рахунку было? 100 тысяч гривен на всю страну, когда оставил этот пост 90 миллиардов гривен. И поэтому каждый год всегда идет дискуссия про то, если принимают бюджет или не принимают, но его всегда принимают. И в этом году его также принимают. Вы правильно отметили, что одним из джерел доходов государственного бюджета есть деньги так называемой спецконфискации. Надо объяснить, что это такое. Потому что тут очень много мифов, и очень интересные разные народные депутаты говорят, что этот закон будет относиться рядовых граждан. Брешут. Почему брешут? В 2014 году, как премьер-министр, я дал указку Державной службе финансового моніторинга проверить транзакции отдельных компаний. В соответствии с проверкой транзакций этих компаний, объяснилось, что 42 офшорные фирмы, это те фирмы, которые не зарегистрированы в Украине, и не понимали, кто властники этих фирм, получили деньги, которые выведены из государственного бюджета Украины, и на эти деньги купили государственные ценные паперы Украинской страны. То есть это такая схема выкрадания денег из бюджета. Из одной кишени из бюджета вывели, потом купили государственные ценные паперы, и сами себе платили проценты. Съяснилось, что эти деньги имеют непосредственное отношение к оточению прошлого президента Украины Януковича. Мы решением суду арештовываем эти деньги. Вдумайтесь в цифру. Полтора миллиарда американских долларов. Это сумма, которая почти равна траншу Международного валютного фонда. Злочинным шляхом деньги выведены, и сейчас их нужно конфисковать. Александр Петрович, но закон этот касается не только денег Януковича. Действительно можно расправляться с политическими оппонентами или производить так называемое рейдерство. Так говорят ваши политики. Те, которые говорят, те не читают закон. И тут очень удивная история. Посмотрите, кто не голосует за этот закон про специальную конфискацию. За него не голосует Батьковщина, за него не голосует оппозиционный блок. Все другие фракции и коалиции голосуют. Поэтому они не говорят, а они брешут. Почему брешут? Потому что нужно прочитать закон, и там чётко написано. Цей закон относится исключительно арештованных активов на момент принятия этого закону. У вас очень много миллионов на аудитории. Давайте сейчас запитаем аудиторию, чтобы у нас была возможность отрабатывать ответ. У нас у рядовых гражданин есть миллиарды долларов на офшорных рахунках. Я думаю, что те депутаты, которые говорят, они або в схеме по тому, чтобы вернуть эти деньги назад Януковичу або его оточению, або турбуются про свои активы. Закон должен быть принят, полтора миллиарда должен быть в бюджете. Владимир Гройсман призвал депутатов всё-таки принять его в каком-то видоизмененном виде. Всё-таки, значит, нужно какие-то правки внести. Верите в то, что он будет принят? Если можно, короче. Я, конечно, верю, что буду принять. И знаете, в что я верю? Я верю в справедливость. Это не вопрос политических торгов. Это полтора миллиарда долларов, вкраденных из бюджета, и они должны быть вернены в бюджет. Давайте на другую тему поговорим. Киев стал на шаг ближе к безвизовому режиму. Согласована процедура приостановки его. И впереди голосование Европарламента, Совета ЕС. Вы, в частности, тоже не раз европейцам ездили. Так когда же? Наконец будем ездить в безвиз. Про безвизовый режим было очень много дискуссий. И говорят про то, когда он будет. Я скажу, что все даты уже пройдут. Я встречался с канцлером Немеччини Меркель нещодавно, с вецепрезидентом США, с президентом Европейской Ради, с президентом Европейского парламента. Все говорят про то, что это будет. Сейчас все лежит только в площадке певных бюрократических процедур. В Европе также бывают бюрократические процедуры. Но я хотел бы отступить в бюрократию и сказать о ценности. Украинцы стояли на Майдане за Европу и за европейские ценности. Нам Европа сказала про то, что необходимо принять законодательство, которое даст возможность запровадить безвизовый режим. Я пригадую, мы тогда приняли, мой уряд, 144 разного рода законов, регуляций, биометричные паспорты, даже электронное декларирование, которое сподевались, что оно не будет запущено, про которое вы щойно говорили. И мы его запустили также. То есть требования выполнены европейцам? И сама Европейская комиссия, и наши европейские партнеры это визнали. Есть определенная тенденция в Европейском Союзе, которая связана не с Украиной, а с другими странами. Не буду вдаваться в детали. Что я прошу вас почути? Безвизовый режим будет. Надо прекратить спекуляции. Так, в Европе сейчас также есть много выкликовых проблем, связанных и с популяцией, и с радикальными силами, которые приходят в Европу, и с хвилею миграции. Я уверен, что Европа не отступится от Украины, как и Украина не отступится от Европы. И поэтому мы получаем безвизовый режим. Сейчас это вопрос процедур. Несколько месяцев, будем говорить откровенно. Я уже сейчас боюсь говорить про конкретные даты. Понятно. Не будем про конкретные даты. Давайте уже много раз называли. Хорошо. Давайте еще такую тему обсудим. Беглый Нардия Панищенко рассказал в британской газете Индепендент о том, что убил ваш рейтинг с 30 до 1% за год. Бюджет акций, протестов, в частности, против вас, якобы составлял 3 миллиона долларов в месяц. Вы знали, что это был именно такой заказ? Или это вообще фейк? Для меня это вообще не была новина. Про то, что ведется компания. Я только не знал сумму денег, и кто это финансирует. Он сам вызнав про то, что 3 миллиона долларов в месяц, протягом 10 месяцев, финансировалось на то, чтобы сместить уряд. Он там также говорит, почему. Потому что этот уряд не давал ему возможности снисить коррупцию в энергетическом и газовом секторе. На превеликий жаль, это сделали не только враги, но это и сделали партнеры. Кто конкретно? Вы знаете, политические партнеры, даже из коалиции. Бьют иногда в спину. Но ничего. Чем больше бьют, тем сильнее ты стоишь. Поэтому это на их совести. А что до этого конкретного факта? Мы обратились к Национальному антикоррупционному бюро. Я хочу узнать, кто замовлял, кому платили, каким образом финансировалась компания в средствах массовой информации, каким политикам в парламенте платили за то, что они вылазили на трибуну и брехали, подкреслю, брехали. Кто платил профессиональным человекам, которые работали напротив примещения кабинета министров и разного рода шоу. То есть, всех людей установить и притягнуть к ответственности юридической. А политическая ответственность, знаете, и людская. Все, кто были в этом задействовании, понесут за ней ответственность. Но рейтинг этим не вернешь. Это опять нужны миллионы. Теперь про рейтинг я вам скажу. Знаете, вот я смотрю на последние выборы в многих странах мира. Ну, например, выборы президента Соединенных Штатов. 90% американцев говорили про то, что выиграет Хиллари Клинтон. В результате выиграл Трамп. Я пригадую свою политическую историю. Сейчас неважный рейтинг. Сейчас важно, что ты делаешь. И поэтому в стране должна быть новая политическая культура. И я ее буду таким образом. Потому что раньше отставленный премьер Шоробов приезжал на Захид и рассказывал, какой плохой новый премьер. А вы не уехали даже на ПМЖ за границу? Как вы? Или уехали? Цей свит полный зараз фейків. Вы знаете, на белый скажут черный. Зрадники стают героями. Массована брехня. Але честность – это тот продукт, который никогда не портится. Вы в Украине живете? Постоянно? Так, звичайно. И видите, в вашем эфире. И еще отлично. Но на эфир можно приехать один раз. Я спрашиваю, постоянно ли вы живете? Постоянно. И короткий вопрос по поводу вилл. Не могу не спросить. Вас тут блогер на днях обвинил в том, что вы купили 24 виллы в Майами. Потом извинился о проверках эту информацию, но вы уже подали в суд. Он всего до конца наказывает. Фейків было дуже багато. Я думаю, что они напишут про виллы не в Майами, а в Чечне. Потому что, как известно, я воював в Чечне. Это известно, да. Тому, что касается конкретной справы, их я дуже багато. Я думаю, что суд поставит крапку в этом вопросе. То есть иск вы забирать не будете в любом случае. Спасибо.